Под удар российских войск попал вокзал Херсона. Там проходила эвакуация. В Феодосии мог быть поврежден еще один российский корабль. В Рафахе в братской могиле захоронили тела 80 палестинцев, которые находились в израильских моргах. ООН назначила координатора по гуманитарным вопросам в Газе. Одной из главных мишеней российской армии в последнее время стала Херсонщина. В результате удара по вокзалу областного центра погиб один человек. Четверо получили ранения. В МВД Украины заявили, что во время атаки 140 мирных жителей ждали отправления эвакуационного поезда. Социальные сети оплетели кадры взрыва на борту большого десантного корабля «Новочеркасск» в аннексированном Крыму. Украинские военные полагают, что столь мощная детонация может быть связана с тем, что на корабле находились боеприпасы. На спутниковых снимках сервиса Planet.com, показывающих Феодосию после украинского удара, видно, что в порту частично затонуло еще одно судно. Подконтрольный Москве Минздрав Крыма подтвердил гибель одного человека. Число пострадавших увеличилось до четырех. Подтвержденных данных о том, сколько погибло российских моряков, пока нет. Интенсивные наземные обстрелы, а также морские и воздушные бомбардировки сектора Газа привели к гибели более 850 человек за четыре дня, сообщила ООН. В организации указывают на эскалацию конфликта в центральной части Англава. По словам израильских военных, наступление распространилось на лагеря беженцев в черте городов. Израиль вернул через Красный Крест тела 80 погибших в боях палестинцев. Как сообщается, грузовик с ними пересек КПП Кирем Шалом. Позже их захоронили в братской могиле в Рафахе. Хамас обвинил Израиль, цитата, в краже органов. ООН назначила уходящего министра финансов Нидерландов Сигрет Каг, координатором по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе. Этот пункт содержался в принятой недавно резолюции Совбеза. Ампутация как способ спасти жизнь и одновременно символ невозможности оказать сохраняющие органы лечения. По данным ВОЗ, на этом витке военного конфликта между Израилем и Хамас вопрос об ампутации коснулся многих из 50 с лишним тысяч раненых палестинцев. В больнице города Дейр-эль-Балах десятки людей находятся на разных стадиях восстановления. Ампутация. Ампутация. Медицинские эксперты считают, многие пациенты могли бы избежать ампутации и лечиться консервативно, но для этого в Анклаве нет условий. В контексте войны некоторые больницы закрыты, другие переполнены и испытывают дефицит медикаментов и персонала. Нарушение суверенитета страны и неконструктивность. Так оценил премьер-министр Ирака, произведенные американскими вооруженными силами удары по объектам на иракской территории. Речь идет о предпринятой во вторник утром атаке по трём позициям группировки Катай и Пхизбалла. По сообщениям иракских властей, в результате ударов погиб один военнослужащий и ранено около 20 человек, включая гражданских лиц. В Минобороны США сообщили, что удары произведены по указанию президента Джо Байдена в ответ на нападение на американских военных в Ираке и Сирии. В Пентагоне уточняют, с 17 октября контингент США в этих странах подвергался нападениям 66 раз. В результате ранены десятки американских военнослужащих. На сирийской территории находится около 900 американских солдат, в Ираке — 2500. Грюзис в Красном море щадит потребителей, по крайней мере, на данный момент. Рост цен, вызванный нападением на торговые суда, остается ограниченным. Но время доставки увеличивается, особенно для мебели и автомобилей. Трафик через Красное море составляет порядка 12%. Через этот маршрут ежегодно проходят товары на сумму более триллиона долларов. Еминские хуситы, которым помогает Иран, заявили о своей поддержке группировки Хамас и начали наносить удары по судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Они атаковали десятки кораблей в Красном море. Оперативная группа под руководством США направила военные корабли в регион для восстановления безопасности. Но остановить нападение будет нелегко. Оперативная группа под руководством США направлены. 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 Вмовосход Bhavarants'я инфраструктуру США направлены. Комитет по иностранным делам турецкого парламента одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Это приблизило скандинавскую страну к членству в Североатлантическом альянсе. Протокол вступления Швеции передан Меджрису к парламенту. Дата голосования не уточняется. Турция более года откладывала ратификацию заявки Швеции, обвиняя эту страну в слишком снисходительном отношении к группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. Речь прежде всего идет о рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической. В Италии и Ватикане на время рождественских и новогодних праздников усилены миробезопасности. Власти заявили, что предприняли эти шаги в связи с существующей террористической угрозой, а также риском акции экоактивистов. На площади Святого Петра в Ватикане во время обращения Папы Римского к верующим присутствовало большое количество полицейских. Меры предосторожности на время рождественских каникул также приняты в Германии и Австрии. Правоохранительные органы усилили охрану церквей и рождественских рынков. В той же время, как Иисус был, не было свободным. Это не было нового. Что было бы хорошо, что наши экземпляции так активны, что мы взглянем. Я чувствую себя уверен, но мы должны быть уверены. Вероние немецкие СМИ сообщили, что службы безопасности Австрии, Германии и Испании получили информацию о том, что исламисты планировали нападение во время праздников. В Германии жители нескольких регионов, в частности Тюринги и Нижней Саксонии, были вынуждены покинуть свои дома в Рождество из-за проливных дождей. Нетипично сильные ливни спровоцировали выход из берегов местных рек. Там также вышли из строя линии электропередачи и канализация. В соседней Чехии также слишком много осадков. В некоторых районах сохраняется режим повышенной готовности. По оценкам местных властей, это связано с дождями и активным таянием льда. В Праге приостановили работу некоторые паромы. В Нидерландах синоптики также пристально следят за динамикой уровня воды на фоне сильных дождей. Под особым контролем районы, прилегающие к рекам. В некоторых местах уровень воды уже поднялся на несколько метров выше обычного. Французская полиция заявила во вторник, что задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены и четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 10 лет. Трагедия произошла вечером 25 декабря в городке Мо в департаменте Сена-Имарна. Тревогу подняли родственники и соседи жертв. Поиски предполагаемого преступника продолжались всю ночь, пока он не был задержан в соседнем департаменте Сена-Сен-Дени. Сообщается, что в 2019 году он уже ранил свою жену ножом, однако тогда уголовное дело открыто не было. Известно также, что с 2017 года он находился под наблюдением врачей.